Освенцим, или Аушвиц, стал настоящей фабрикой смерти для миллионов людей. Невзирая на возраст, нацисты испытывали на них новое биологическое психотропное оружие, сжигали в крематориях, травили газом. Только евреев здесь было уничтожено более шести миллионов человек. День освобождения концлагеря стал международным днём в памяти жертв Холокоста. Ушло шесть миллионов, но на самом деле ушло гораздо больше. Ушли их дети, их внуки, их правнуки. Это можно умножать на большие цифры. В Запорожье в годы Второй мировой войны фашисты расстреляли 36 тысяч человек, среди них свыше 20 тысяч – представители еврейской национальности. На месте этих массовых казней воздвигнут мемориал. Пожилые люди окрестных домов до сих пор с ужасом вспоминают колонны людей, стариков, женщин, детей, которые каратели гнали на смерть. Говорят, после расстрелов ещё несколько дней из Яра были слышны стоны умирающих. Многие запорожцы, рискуя собственной жизнью, укрывали еврейские семьи от расправы. Один из подопечных рассказывал, как обычная украинская семья сохранила жизнь еврейской семье. Они два года кормили, держали их в подвале и спасали, и спасли жизнь. Сейчас эта семья выехала в Израиль, и они, ну я не знаю, ближе всяких родственников. Почтить память жертв Холокоста сегодня к мемориалу пришли представители еврейских общин и местной власти. Кантор Иерусалимской синагоги помолился за упокой душ погибших. Выступающие на митинге говорили о недопустимости повторения этой трагедии. И дай Бог, что это 70-е годы, это будет последний год, когда вспоминается катастрофа, которая случилась тут. И с Божьей помощью очень скоро будет уже мир и спокойно по всему миру. Вспоминая ужасы, ужасы, которые более 75 лет человечеству подарили люди, которые не понимали, к чему может привести злость и ненависть. Такие даты дают нам возможность еще раз вспомнить. У человека есть великое право, великая возможность творить. Творить добро, любить свою родину и семью призывали участники митингов всех украинцев. По традиции к мемориалу погибшим возложили цветы.